Итак, всем привет! Вы на канале Мисс Джулия и сегодня я вот получила такое вот пальто зимнее. Сейчас мы его распакуем, но для начала мы посмотрим, какое оно выглядит со стороны в пакете. Вот, здесь вот есть вот такое вот пальто. Ну что ж, через пакет я снять, если можно снять эти надписи. Вот как наше пальто выглядит вживую. У него плюс с тем, что у него очень глубокие карманы. И мне очень даже нравятся вот эти вот колечка. Вот эта вот пуговка в виде колечка, вот тут, обозначенная. Есть вот такая вот молния, которая очень хорошо расстегивается. Есть, конечно же, заклепочки, чтобы через дно, чтобы было красивее. Вешалочка есть, конечно, но что ж мы ее вешать? Вот такой есть капюшон. Кстати, вот это вот натуральный мех. Он отстегивается при помощи кнопок. И застегивается очень легко. Вот, это натуральный мех. Еще раз повторяю, внутри она очень теплая. Когда ее можно одеть, то тогда ты сразу не простынешь, а ты будешь в тепле. Конечно, мне вот эта вот расцветка очень нравится. И вот эта, она очень теплая. Вот. Оно вот такого вот красивого, пудреного цвета. Есть вот такие вот рукава. Вот эти вот рукава похожи, как будто бы на тебе свитер, и он немного выглядывает через пальто. И есть вот такие вот, конечно же, замочек, ну, на которые мы уже будем застегивать. Сейчас давайте же попробуем застегнуть. Как же оно легко застегивается. Растегнуть-то мы смогли. А застегивать. Застегивается оно точно так же, как и расстегивается. Только будьте внимательны в пальто, если у вас есть внутренняя штучка, или верхняя, или та, и та, чтобы вы не поломали пальто. И следите всегда за молнией, чтобы она не была какой-то разумной, спочтая. Давайте теперь посмотрим сзади. Сзади оно выглядит, как все остальные пальто. Такого же цвета здесь никаких ресурсов нет. За что мне это очень нравится. И такой вот капюшон с натуральным мехом. Но он покрашен. Вот. Ну, и на этом распаковка окончена пальто. В следующем видео я вам покажу шапку. Ну, а кому понравилось это видео, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока. Обязательно. Пока.